Настоящую радость ее нельзя подделать. Они всему миру доказали, что родину не сдадут, что бы там ни было. И пусть победа в Великой Отечественной войне далась слишком тяжело, оттого она так много значит для этих стариков. Когда уже Красная Армия освободила от немцев всю Украину, в том числе и Западную, было расформирование всех партизанских отрядов. Нас встречала Красная Армия, я шла в колоннах. Мы в таких были переплетах смертельных. Я шла в колонне, нас забрасывали цветами, советская армия, и кричали «Ура!». А я вот так вот себя ощупываю и думаю, Боже мой, даже не верясь, сказала, что это сон. Нина Исаковна воевала на территории нынешней Западной Украины. В 14 лет добровольцем ушла в партизанский отряд. До того, что она совсем девчонкой пережила за 5 лет, хватит на десятки жизней. Она вспомнит, как ее по заданию отправили в оккупированную немцами деревню, чтобы оценить обстановку. Как разрывались рядом снаряды, как хоронили товарищей. Здесь у каждого такие истории, которые сейчас кажутся сюжетами страшного кино. Знаете, казалось, сердце просто разорвется, выскочит из груди, потому что, конечно, встречи с такими людьми, они очень волнительные. И сколько бы лет с тех времен не прошло, мы все равно знаем и понимаем, что это главные граждане нашей страны, самые уважаемые, самые достойные. За годы алые, 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 перед боем выстрелы не слышны, не об этом вместе с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Для героев войны, для своих героев школьники подготовили концерт, те самые песни, от которых и улыбки, и слезы на глазах. Ксения Доринова, Иван Масов, Объективно, ННТВ